Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня греша. Номер 1154. События дня. Псалом 48.2. Слушайте сие все народы, внимайтесь ему все живущие во вселенной, и простые и знатные, богатые равно как бедные. Уста мои изрекут премудрость и размышления сердца моего знания. Наше объявление о помощи. Попросили сделать такое, что умерла сестра, тут и четверо детей осталось. И вот это ролики, как она выпросила Анастасии 10 лет жизни у Бога. Отпевание, провода. Маленько тормознуть, и текст не будет двигаться, и можно просчитать данные Сбербанка. Тут все безобманно. Дальше. Доброго времени суток. Это Вальтер. В крещении Василий. Мы с вами говорили с другого моего аккаунта. Сейчас добавился это. С него мне удобнее говорить и работать. Он всегда со мной. Появилось много вопросов об организации церкви. Если найдете несколько свободного времени, хотелось бы выслушать ваши советы и рекомендации. С глубоким уважением. Семья фон Айник. Талахаси, Флорида, США. Я отвечаю. Заходите. Рад быть полезным в святом деле. И Алексей пишет. Мир всем. И эти люди говорят православным об иконах. Вчера дочке в школе домашнюю работу дали. Учить дни недели с монстром. В учебниках Адди феи, ворожей, драконы и монстры. Как будто других картинок нету. Ну, дальше считать я буду передвигать. Наталья, высота. Разговоры какие были. Полезное все это. Прямо из первоисточника, не из литературы. Узнаем мы обычаи людей. Как можно благовествовать. Евгений. Игнатий Тихонович. Как быть волевым человеком? Может, у вас есть некоторые заметки по этому вопросу? Вчера слушал святого Иоанна Златоуста. Он говорит, что неважно, какого ты сословия. Раб или свободный, бедный или богатый. Но вступивши в церковь, важно только воля и доброе расположение. Иногда говорят, этот человек очень волевой по характеру. Однозначно. Только волевые люди творят историю. Даже есть такая команда в армии. Вольно. То есть, войти в свободное положение. Ну и дальше, как и ответы тут дают. А воля заботится, то другое. Как ее сбалансировать, чтобы никому не мешать? Так не получится. Твоя воля, она, как говорит Арсений Великий, на земле тысячи людей и тысячи воли. А на небе тысячи, миллионы ангелов и одна воля. Поэтому я убегаю от людей. То есть, ничего не внес. Арсений Великий. Пишет, а это Трапко, если трудно мне писать, сделайте видеоролик, если у вас на то будет желание, воля. Никита. Я отвечаю, пока не разошлись, заходите ко мне по скайпу. Можно всем сразу или по одному. Готовы? Жду ответ. А то тут ко мне в гости просятся. Ну и Евгений отвечает. Я ему пишу, Евгений, дорогой мой брат, между прочим, уже жду тебя давно и твои вопросы. Прислушайтесь, что Роман сказал по поводу воли. Жду сразу вас сейчас в скайп. Ну а тут Ростик о себе пишет. Мне писал, все, три дня поститься буду, ни в рот воды не возьму, ни... Пишет, мир вам. Тогда сломался, выдержал только сутки без воды и еды. Много желчи во рту под утро. Ну и другие моменты. Сегодня опять не ел, не пил. Мне понравилось, чувствую себя свежее. КГ начали уходить, а гримаст и корчил, и звуки издавал. То есть, видимо, беснуется. Не сложно догадаться, что бесы, бесы... Это он пишет. Мир вам, вы не заняты, хотел пообщаться. Ну, я говорю, безбородый, заходи, бороду сбрил. А то люди говорят, то другое. Замучился мужик, а что? Я не знаю, но мог бы сказать, но побоюсь. Наталья, я сейчас говорил о детях, что даже чисто по нормальным христианским меркам отдать ребенка на воспитание безбожнику – это преступление. В России, например, все больше и больше семей забирает своих детей из так называемых школ и переходит на домашнюю систему обучения. Это большое благо для современного общества, что в России это пока можно делать даже без взяток. Вот они рассуждают тут, как, что. Наталья, Дмитрий, тут Евгений Трапко. Роман. Никита. Вот Роман. Берите, тормозите и считайте. Я быстро проверну. Благодаря за молитвы. Была в родах. Наконец-то я, говорит, созрела для благодарности вам. Спаси, Христос, за молитвы обо мне. Когда я была в родах, я это чувствовала, молилась. Господь милостив. Все прошло благополучно. И рождение третьего сына Елисея было легче предыдущих. Иногда смотрю видео в Ютубе, на вашем канале. Много сильнейшей информации. Спаси, Христос, вас за это. Ну, вот и дальше что там еще такое? Родители посчитать. Подскажите, может, есть где-то у святых отцов или в иной духовной литературе то, что можно было бы прочесть? Ну, и дальше он с родителями никак. Потому что для него воспоминания о родителях идут за ним кошмаром на протяжении всей жизни. Да благословит вас Господь и сохранит, и дарует вам спасение. Если вам не сложно, молитесь о нас. А я буду просить за вас всего доброго. Благослови, Господи. Я пишу, злопомнение уподобляет дьяволу, говорит святой Иоанн Златоуст. Нужно непременно, и при том сегодня же, пойти к родителям и ничего им не говорить. Просто посидеть, поклонить себе ноги и попросить прощения. Владимир какой-то. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Смотрю ваши ролики уже не один год. Вас я очень уважаю. Спасибо вам за все, что вы делаете. Целую ваши руки. Дай вам Бог здоровья. Вот видишь, один ругает, другой там хватит. Ну, все, выравнивается, как это должно быть. Малыхин. Мимировым Игнатий Тихонович. О деяниях. О делите варнаву. А как понимать, Дух Святой сказал. Андрея недоступа. Я благодарю его. Каждое событие дня, краткое содержание выставляет. Сердечно благодарю. Он пишет. Сердечно благодарение и вам. Обнимаю всегда с вами. Вот тут роман на видео какое. Отец Андрей Скачев там говорит, что же женщины приходят до мелочи. Говорит, тут надо исповедоваться. Вспомнила. Батюшка, я не сказала на исповеди. А теперь как? Я причастилась. И он говорит, в дерьме своем купаются. Вот эти точки выискивают. А что сто любовников имело, сорок абортов, об этом ни разговору нету. Сейчас на него нападают. Я отвечаю, священники такими сделали сами своих исповедующихся. И вот наконец-то додавили прохожане своих любвистов. Не всех, конечно, но хотя бы вот одного такого говоруна. Каков поп, таков и приход. Вот, ну, для четкости и ясности этого события, ну, представляю, места Писания. Второзаконие 32.5. Но они развратились перед ним. Они не дети его по своим порокам. Род строптивый и развращенный. Еремея 15.6. «Ты оставил меня, говорит Господь, а ступил назад, поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя, я устал миловать. Я развею их веялом за ворота земли, лишаю их детей, гублю народ мой, но они не возвращаются с путей своих». Езекииле 14.9. «Ведь, а если пророк допустит обольстить себя и скажет слово так, как буду я, Господь, научил этого пророка, то я простру на него руку мою и истреблю его из народа моего Израиля». Ну, Анатолий пишет, как тут что, по настройкам тут такое все. Вот пишет Елена Фаур. «Ну, все, православные, в кавычках, безжалостные гиены и фарисеи, и особенно бездари, вначале пожирать протеерея Андрея Ткачева, и ведь сожрут. Это какая бессомская волна накрыла РПЦ, пожирать своих же наиболее активных людей за какие-либо слова. Какое прощение, какое снисхождение, какое оправдание, смять и уничтожить Головин, Федосов. Только за 2018 год сожрали гиены двух самых активных проповедников. 2019 год начался с Масленникова, теперь Ткачев, а еще ранее продядяка Андрея Кураева, отец Максим Каскун. Сайт на вопрос умер. «Я уже давно вопию, тьма накрывает нас, мы все более сваливаемся, вваливаемся в миссионерский штопор. Смотрите, молодые, умные и активные люди, не идите служить в РПЦ, учиться в семинарии, оговоритесь, отступитесь, в запрет, растерзают без всякой жалости наши христиане, в кавычках. Впрочем, холопом и бездарем у нас по-прежнему хорошо, Максим Степаненко». Это мы с вами умеем делать, Наталья. И нас ждет эта же своя история, что сожрут. Поэтому Игорь Добунов на собрании против МП, и что ни в коем случае не переходить туда. Ну и вот так. Максим Исповедник, будучи истинно ревностным православным христианином, так и не стал еретиком, когда, казалось бы, только, ну, еще бы пару его учеников не приняли ересь монопилистства, казалось бы, а он намертво стоял на своем. А то сейчас мы знаем и понимаем, а тогда об него ноги вытирали и сморкались. Свои же бывшие братья упрекали в гордыне и надменности, что даже все епископы стали причащаться с патриархом, на самом деле с же патриархом-то, как у неретик был. На что преподобный Максим ответил словами апостола Павла, что даже если с ним и ангелы начнут причащаться, то я не причащусь. Игнатий Тихонович, серьезнейший вопрос, который очень сильно будоражит. Вот если сейчас Максим Исповедник посмотрел на все, что творится в нашей церкви-то, на постановление Синода, в частности, когда все архиереи и патриарх расписали попунтно, когда можно размещать брак, когда развестись, пойти на транспантологию или аборт, то остался бы Максим Исповедник в этой церкви. Помилали бы им о патриархе Кирилла на литургии. Вот так вот задумываешься иногда и сравниваешь те периоды православных христиан с сегодняшним. Страшно остаться без церкви, но также страшно быть еретиком и отступником самой церкви. Игнатий Тихонович, подскажите, где здесь краеугольные каменьки? Как услышать истинный голос Бога? Как все же не заблудиться в этой пучине? Иногда ничего-ничего. Но этот вопрос периодически всплывает, и на память приходит Максим Исповедник, и желаешь поступить, как он. Слава Иисусу Христу! Роман отвечает, да поступите, как он! Ну, как Игнатий Тихонович, благовествуйте для начала, потерпите гонения за то, чтобы вы благовествуете хотя бы. А то вы все время стремитесь осуждать патриарха, священников, тогда, когда еще сами ничего не сделали для них, не написали им о радостной вести, которую они забыли, а, может, и не слышали, как и раньше не понимал я. Почему именно понадобилось, чтобы Бог стал человеком? Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Дмитрий Ильич отвечает, да, Роман, я так и думал, что ты выскочишь. Напишу лично. Наталья Дмитрия, Бог помощь, пишите лично. Дай Бог, чтобы патриарх Кирилл, хотя не ушел из этой жизни без покаяния. Страшно, что делается? Гусяенов, пишет. Не смог, побрился, борода меня стыдит. У меня нет самоотречения. Получается, я лицемер. Сегодня же разбирали. И пишет Игнатий Тихонович, но я ручки не складываю ровно. Я на себя и в пятимью накладываю. Завтра опять от еды откажусь от воды. А перед воскресным днем я вообще трехдневный пост хочу взять, чтобы к чаше достойно подойти после исповеди. Душить хочу паршивство, молитвы и постом. Помолитесь обо мне грешном, когда время будет. Я очень гордый и счастливый человек. Всегда думаю о том, как на меня посмотрят люди и так далее. Потому и без бороды. Я отвечаю. Несколько мест Писания. Начинается с пророка Исаии. Довольно подробно. Тут несколько мест Писания надо будет прочитать. А кое-что и заучить. 8-19. И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям и к шептунам и чевовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых и живых? Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них слета. И будут они бродить по земле, жестоко угнетенные и голодные, и во время голода будут злиться, хулить царя своего и Бога своего. И взглянуть вверх и посмотрят на землю. И вот горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Но не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел. Слава, мне очень нравятся ваши стихи. Душа моя отдыхает в ней. Благослови Бог на вас и ваши дела. Ездер написал в скайпе, жду ответа. Слава, Игнатий Тихонович, мир вам. 14 февраля, то есть от сегодня, в канун праздника Сретения Господня, завтра, состоится церковный суд, на котором будет решаться вопрос о снятии сана с портоиерея Владимира Головина и портоиерея Анастасии Головина. Беспрецедентная для Русской Православной Церкви кампания по очернению одного из самых лучших проповедников современности подходит к концу. И скоро мы узнаем, смогли ли клеветники убедить церковный суд. Мы все уповаем на милость Божию, верим и надеемся, что обвинения будут сняты. Прошу вас, Игнатий Тихонович, помолитесь об отце Владимире в своих молитвах. Мы же завтра в 8.14 по-московскому будем просить Николая Щудотворца в Акафисе, чтобы ходатайствовал перед Богом о нем. Далее спрашиваю про Наталью. Наталья спрашивает, как найти мне свидетельство Татьяны Кузьменищей и Натальи Приходько. Как они пришли ко Христу? Я сегодня слушал один ваш старый ролик, и мысль пришла, не знаю, почищу целый день, посчитать их свидетельство. Почищу или посчитаю, не понял. Я ведь тоже Наталья Николаевна. Если можете, скажите, где именно, и на какой странице, вы ведь знаете. Я жду. У нас 21.56 вечера. Дети все спят. Могу посчитать в интернетной форме. Я отвечаю, сиди тихо. Я пошел на склады. Да, вот, нашел. И показываю ей. Ну, она тоже. Благодарю. Поклон вам земной. Не забывайте обо мне молиться. Чтобы Господь помог мне приехать в это лето на крещение. Я имею надежду твердую. Я неправильно написал Татьяной Капустиной, которая сделала операцию на последнем собрании. Говорили о ней и об ее лечении. Вот она нашла. Помилуй, Господи. Сам Бог мне говорит фамилию. Я знала, что она Капустина, а что Кузьминиша не знала, что это один и тот же человек. И вы в наших с вами беседах на скайпе-то рассказывали о ней. А именно она мне понравилась из вашей общины. И как одета. Всегда ее в лесу, как солнце светлое и радостное. Такой я ее увидела. Я отвечаю. Птица слетается к подобным себе. А истинно обращается к тем, которые упражняются в ней. И как будто на это у нас сегодня все. Показать еще, может быть, немножко ресурсы. Сижу дома. По скайпу беседую. В рулетке бываю. Но как это будет принято Господом? Сейчас я не могу найти стрелочку свою. Вот, допустим, мой мир. Это нахожусь на почте. Никого пока нету. А вот ленточный вариант. Здесь очень много богатства. Мало людей заходит. Вот зума литой карасы. Наталья вышла. Скидку сделал. Там и занимайся. Вот так. Ролик тут поставил. Сегодня не выставил. Завтра. Он называется «Первая встреча с цыганской семьей. Сохрани их, Бог, от обмана, воровства и ворожбы». Это заглавие такое. Ну и наш православный библейский сайт. Особенно ценные вопросы и ответы здесь вот. Ну что интересует? Например, мощи. 26-е. Я нажал «Мощи». Вот все, что о мощах сказано. Ну, какой вопрос? Ответьте подробно. Почему можно вскрывать гробницы святых, если канонами это категорически запрещено? Ну-ка, в это же сунуть в ответ. На. И теперь, какие святые, кто как, что делал. Так что я ссылаюсь конкретно на какие-то события. Ну, будем считать на сегодня. Все. Спасибо. Спасибо.